Это Оренбург Медиа и информационный подкаст новости города О. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут расскажем, о чем писала редакция в эти 7 дней и кто становился героем информационной повестки. Нас можно слушать на всех подкаст-платформах, партнер выпуска «Город еды. Атмосферное место в Оренбурге». У микрофона шеф-редактор Татьяна Гавриш. Главное событие недели в Оренбургском аэропорту начали строить новый терминал. Это большая стройка, которая в ближайшие два года развернется на территории аэровокзала. Инвестиции в мегапроект составят около 13 миллиардов рублей. Строительством занимается компания аэропорта регионов. Здание нового терминала будет четырехэтажным. Проект называют экономически устойчивым. В его реализации нет сомнений. Ни у правительства, ни у собственника. Площадь нового терминала составит около 23 тысяч квадратных метров. Он будет выполнен в виде пухового платка. Проектное решение и комментарии специалистов есть в большом материале на сайте. В сентября в школах Оренбургской области ввели систему средневзвешенных оценок. Эксперимент проводят в 95 образовательных учреждениях региона. Там итоговые оценки учеников выводят по средневзвешенному балу. В нем учитывается совокупный вклад оценок, у каждой из которых есть свой вес. В частности, у домашней работы вес установлен на уровне цифры 2, у самостоятельной 5, у контрольных 8 и 10. Чем выше статус оценки, тем большее значение она окажет на четвертной или годовой бал. Это вызвало много вопросов у родительской общественности. Есть как противники, так и сторонники новой системы. Проанализировали на сайте, что об этом пишут и говорят родители. Между тем, на неделе Оренбургстат обнародовал среднемесячную зарплату в регионе по отраслям за июль этого года. И меньше всего, исходя из отчетности, зарабатывают сотрудники образовательной сферы. Средняя зарплата летом в системе образования составила 22 тысячи рублей. Внизу таблицы также сфера услуг и общепита. И на этой же неделе губернатор области Денис Паслер поручил поднять бюджетникам зарплаты на 7%. Распоряжение глава региона дал на заседание областного правительства. Индексация затронет 57 тысяч сотрудников госучреждений. Это работники детских домов, интернатов, педагоги СУЗов, сотрудники больниц, театров, музеев и библиотек. Следственный комитет завершил расследование дела о нападении на инкассаторов в Орске. Преступление совершили в октябре прошлого года. Трое членов банды напали на сотрудников службы, которые находились при исполнении. После ограбления инкассаторы преследовали грабителей, один из сотрудников службы был убит нападавшими. Преступление получило большой резонанс. Один из членов банды, житель Кемеровской области, вскрылся от сотрудников правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. Организатор преступной группы покончил жизнь самоубийством при задержании. В региональном СК сообщили, что установлено и изъято порядка 90% от общей суммы похищенного. Деньги вернули в кассу почтовой сети. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд. Городскую больницу имени Пирогова возглавит Денис Дурченков. Как сообщили в региональном Минздраве, он вступит в должность главврача Пироговки с 9 октября. В настоящее время специалист возглавляет первую городскую больницу. Его общий стаж работы превысил 26 лет. Число заболевших коронавирусом в Оренбурге и области за неделю выросло вдвое. С конца августа заразившихся удваивается еженедельно. За минувшую неделю в регионе заразились 100 человек. Согласно данным портала СтопКоронавирус, за неделю госпитализировано 7 человек. Летальных исходов не зарегистрировано. Ремонт улицы Терешковой с реверсивным движением и выделенной полосой для маршрутного транспорта обойдется в 284 миллиона рублей. Такую сумму обозначили в мэрии в ответ на запрос редакции Оренбург Медиа о проекте его стоимости. Напомним, ликвидация существующей разделительной полосы на одной из главных городских магистралей очень спорная тема. Новость вызвала шквал комментариев в социальных сетях. Как отметил глава Оренбурга Сергей Салмин, реверс на Терешковой поможет разгрузить улицу от транспорта в часы пик. Решение просчитано совместно с ГИБДД. О рисках, связанных с безопасностью дорожного движения на этом участке, рассказал профессор, заведующий кафедрой автомобильного транспорта ОГУ Николай Якунин. В радиоэфире Майовки у коллег с ГТРК Оренбург. Также затронуты темы пешеходных переходов, светофоров и так называемого бутылочного горлышка в центре и на мосту через улицу Шевченко. Подробнее об этом по ссылке в описании. И еще о кардинальных переменах на дорогах Оренбурга улицу Чечерина сделают двусторонней. Администрация города приняла решение совместно с ГИБДД. Новая схема, по мнению чиновников мэрии, также разгрузит поток движения на этом участке дороги. Еще один Южный экспресс запустят по рельсам из Оренбурга в Уфу. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана и Минстрой Оренбургской области. Вторую пару рельсового автобуса Южный экспресс Уфа-Кумертау продлят до Оренбурга с декабря 2023 года. А пока пассажиров просят принять участие в опросе, чтобы согласовать удобный график движения поездов. Оренбургская область присоединилась ко всероссийскому марафону доноров костного мозга. Он стартовал 4 сентября и завершится 10 ноября на площадке международной выставки форума России. Амбассадором марафона стал бегун Артем Алискеров. Каждый день он пробегает 42 километра в городах-участниках. Большая статья о марафоне и донорском движении на сайте Оренбург Медиа. Госэкспертиза подтвердила ценность дома с пятью ангелами в Оренбурге. Старинный особняк на улице Максима Горького рекомендовали внести в категорию региональных памятников историко-культурного значения. Об этом рассказала начальник инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области Кристина Летяга. В 2022 году новый собственник запустил процесс сноса здания и сегодня, увы, от него фактически остался только фасад. При обустройстве пешеходной зоны на улице Советской в Оренбурге пострадала до 50 процентов корневой системы деревьев, говорится в документах городской администрации. О поврежденных корнях зеленых насаждений написали в письме Управления экологии и природопользования начальнику департамента градостроительных и земельных отношений Натальи Бочкаревой. Отмечается, что при обустройстве пешеходной зоны проводилась выемка грунта глубиной до метра. Помимо того, стволы некоторых деревьев повреждены строительной техникой. Клумбы и пристволовые лунки захламлены мусором. Все это ведет к ухудшению состояния деревьев на главной улице Оренбурга. Управление предупреждает, что растения могут погибнуть, если не принять меры. В Оренбурге с большой лекцией выступил летчик-космонавт, герой России Александр Мисуркин. Пообщаться с человеком, который летал к звездам, пришли сотни оренбуржцев. Встреча проходила в кинотеатре «Космос». Более подходящие площадки для разговора о том, как преодолеть земное притяжение, представить нельзя. Лекция прошла в рамках фестиваля «Улицы культуры» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Сегодня Александр Мисуркин – популяризатор науки и изучения космоса. Его лекции собирают полные залы зрителей во многих городах России. Космонавт подчеркнул, ему очень приятно посетить Оренбург, город, который дал крылья Юрию Гагарину. Большое интервью опубликовали на сайте и по тегу «Смотри на звезды». Они вернулись на платформах Оренбург Медиа, выпустили свежий выпуск подкаста «Оренбургский пуховый режим». У микрофона главред издания Игорь Комиссарчик и политтехнолог Кирилл Шкилев. Разбирали итоги сентябрьских выборов, а также говорили о подготовке к выборам президента в марте следующего года. И пойдет ли Денис Паслер на второй губернаторский срок. Слушайте по ссылке в описании. В Оренбургской области туристы в районе Новотроицка смогли снять на видео редкую птицу. В пригороде заметили розового фламинго. Обычно фламинго залетают в болота на востоке Оренбургской области. Чаще всего их встречают в Светлинском заказнике. Однако на этот раз птица прилетела в промышленный город. Красивое видео и история есть в нашем не менее красивом телеграм-канале. Продолжаем наслаждаться бабьим летом в Оренбурге. Погода подарит нам еще несколько теплых и ясных дней выходные. А это значит можно провести их с пользой. Город еды – атмосферное место для отдыха, общения и вдохновения в Оренбурге. Вечер, пятница, суббота и воскресенье обещает быть насыщенным. Живая музыка на главной сцене каждый день. Фастфуды, рестораны, бары, клубы. За лето посетителями города еды стали около 500 тысяч человек. Это новая гастрономическая достопримечательность. Афишу выходного дня можно найти в телеграм-канале. Это были новости города О. Следите за нами в ВКонтакте, Ютубе, Дзене, Телеграме и Одноклассниках. Также нас можно слушать на всех главных подкаст-платформах. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мы благодарны вам за обратную связь. Встретимся тут уже через неделю.